Добрый день, друзья и подруги! Как вы знаете, меня зовут Олег Аллаф Гудвин. Я массажист, мануальный практик, терапевт, остеопат, хиллер, практик, ну и так далее. Сегодня мы разберем, как помочь самому себе, находясь дома или в офисе, в офисе, либо в поездке, когда у вас вдруг заболела шея, когда вот ее ломит, когда вам неудобно ее повернуть. Мы сегодня попробуем сделать такие мануальные практики, применив их сами к себе, сами для себя. Значит, смотрите, первое упражнение. Берем вот эту вот, называется трапециевидная мышца, да, упираемся в нее, присположенной рукой. И стараемся полностью как бы отодвинуть туда-назад, от шеи. Даже попробуйте усилить движение второй рукой. Вот туда. А еще лучше, когда вы ее отодвинули полностью, да, вот как бы она здесь заканчивается, вы можете почувствовать, что начинаются мышцы шеи вертикальные, да. Вот в это место, вот самый упор, где мышцы пересекаются, да, вот туда делать упор, можно пальчиком делать. А второй рукой упираетесь себе в область над ухом и как бы наклоняете череп в противоположную сторону. У вас руки должны расходиться в разные стороны. Но при этом попытайтесь вот этой рукой немножко голову поворачивать с наклоном вот так вот. как бы по спирали вот так вот идет ваше движение, движение вашей головы. Давайте посмотрим, а вы, соответственно, попытайтесь повторить. Уперлись, взяли за голову и повернули ее туда. То же самое проделайте со второй частью. Я вам специально подверну сбоку, чтобы было удобнее видно. Уперлись, а второй рукой поворачиваем вот туда. Как вы видите, я стараюсь довернуть голову как можно дальше, по максимуму, до предела. Поэтому я как бы рукой прохожусь по своему черепу дальше, дальше, дальше. Наклоняя ее таким образом все глубже и глубже, отводя от вот этой плечевой мышцы нашей. Еще раз показываю. Вот так вот. На самом деле я уже взбодрился, мне уже хорошо. Но мы продолжим наше упражнение дальше. Смотрите, вот берем из нашей руки, делаем такой тренажер, когда мы можем разжимать с помощью мизинца и большого пальца. Да, разжимаем с упором те мышцы, которые нас держивают. Берем вот эту руку, из нее сделав тренажер, упираемся мизинцем под черепом, а большим пальцем в плечо. Начинаем сами себе разгибать, проходясь по разным позвонкам. Надеюсь, видно вам, да? От нижнего позвонка к верхнему. И помогайте себе головой. Нагибаете голову в противоположную сторону, соответственно. О, у меня уже в данный момент был хруст. Так что это в данном случае полезный хруст. Какие-то ушли блоки. Попробуйте. У вас, может быть, с первого раза это не получится. Но, в принципе, это достаточно легко повторить, легко самому себе в этом научить. Далее берем себя большими пальцами всей их плоскостью, вот начиная от нижней части ладони, да, до конца большого пальца, за череп с обратной стороны сзади. И наклоняем себя вперед. Только когда я наклоняю, посмотрите повнимательнее. Я не просто делаю наклон вот такой прямой, а я как бы беру свой череп и немножко доворачиваю его вот так вот. В своих собственных руках я его держу и немножко доворачиваю вот туда. Попробовали? Так, следующее упражнение. Давайте придумаем вот такое. Когда вы ходите иногда к мануальному терапевту или смотрите эти всевозможные практики по телевизору, там бывает так, что сворачивать шею, и это достаточно страшно выглядит. Но это будет не страшно, если вы сами себе то же самое проделаете, и ваша голова будет под контролем в ваших собственных руках. Соответственно, мы будем действовать в противоположную сторону, на скручивание. Одной рукой мы за челюсть себя крутим в эту сторону, а другой рукой с противоположной стороны хватаетесь, как обезьянки, за череп над ухом с другой стороны, и получается вы двигаетесь в противоположную сторону. Только здесь ваша голова идет не в горизонтальной плоскости вращения, не вот такое, и не в такой проекции, а по спирали. Снизу она вертится вот так. Представьте, что у вас вот эта вот челюсть, да, ваша лежит. Соответственно, плоскость головы здесь, она поворачивается вот так. Попробуйте вот такую спираль сделать сами себе. Если вы хотите, можете довести до хруста и поставить себе позвонок Атлант на место. Позвонок Атлант – это тот самый, который находится непосредственно под черепом. У него такие вот две выемки есть, на котором лежит сфера нашего черепа. И он часто бывает перекошен. У него есть такие отростки, астистые, вот которые сейчас демонстрируют мои большие пальцы, которые могут передавить вам кровеносные сосуды, питающие ваш головной мозг. Соответственно, если он лежит неправильно, да, сосуд, проходящий здесь, он может передавиться, и питание ослабеет, кровоснабжение ослабеет, кислородом не обогащается мозг. Поэтому нам важно его поставить на место. При этом отражении, когда вы так вот делаете, я большим пальцем под череп подставляю свою руку и немножко как бы поднимаю череп над собой, над косточками. И вот в момент скручивания я его туда чуть-чуть докручиваю. Как бы получается, приподняли, повернули, опустили. Это не страшно. Попробуйте. Свой собственный череп. Приподняли, повернули, опустили. Подняли, повернули, довернули до конца. И у вас может возникнуть хруст непосредственно вот в этой точке, где заканчивается позвонок и начинается череп. Вот такие простые мануальные упражнения. Попробуйте проделать в офисе. А мы с вами не прощаемся. Будем вас снабжать еще новыми, полезными вот этими практическими упражнениями, как помочь самому себе в любых условиях. И поэтому не забывайте про нас. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. До новых встреч. Пока-пока. Пока.